доброй ночи это михаил лобковский ночная программу взрослым о взрослых тем у нас сегодня концептуальные но прежде я хочу извиниться что я вчера те кто слушал программу поймут о чем идет речь вчера долго разговаривали и я не сказал главное вообще ради чего была эта программа мы обсуждали характер как данность или не данность меняется он или не меняется зачем мы вообще весь этот разговор затем чтобы понять что-то при себя не пытаться насиловать свой характер себя самого не пытаться себя ломать а во первых самому принять себя таким как то есть ну и чтобы окружающие тебя тоже понимали понимали особенность этого характера и тоже с этим считались они пытались переделывать но со вчерашней темы давайте на этом закончим сегодня тема откровенно сексуальная сегодня мы поговорим об изменах вы знаете существует различные исследования измен есть целые научные трактаты там подсчитаны проценты изменяющих причины что мужчина это я сейчас уже перехожу от исследований к народным идеям что мужчины больше изменяет по своей мужской природе женщины изменяет меньше от обиды или изместия а как на самом деле это происходит дать сегодня постараемся узнать если с этим я абсолютно прямой вопрос понимаю что ответить на нее будет трудно тем более по радио но тем не менее не теряю надежды и так вопрос такой почему вы изменяете или вы изменяли это ваша прерыва да это как я уже сказал в особенности про женщин от обиды или изместия или может вас не устраивает ваша семейная жизнь или может быть вам не хватает эмоции в жизни или вас не человеческий сексуальный темперамент или вас сексуальные проблемы с партнером вот почему это вопрос сегодняшней программы лучше говорить про себя и уйти от разговоров почему мужчина или женщина изменяет вообще это мы ничего не поймем мы можем понять что-то когда есть конкретная история это конкретная история про самого человека и так почему именно вы изменяете тема нашей программы вот первый отклики ирина у меня до брака не было мужчин изменять начала через три года поняв что рано вышла замуж но что сказать ирина это одна из самых распространенных причин у нас много было дискуссии на тему до брачного секса есть противники они собственно сейчас есть особенно их много там на востоке в азии на кавказе тем не менее вот если брать европейскую территорию страны то отсутствие какого-то сексуального опыта до брака может привести к тому к чему привело ирина светлана я стала встречать не женщину нас пока я стала встречаться с другими мужчинами потому что мой муж человек грубый и секс у нас редкий и быстрый надоело тоже поучительные сообщения дело в том что большинство пар в постели не обсуждают но кроме знаменитого вопроса их два ты кончила и хорошо ли тебе при том оба вопроса обычно проистекает из мужских уст поговорить по существу кому что нравится или не нравится не получается женщина может не жаловаться она может даже имитировать оргазм и мужчина будет не видне по поводу того что ей все замечательно и хорошо но вот потом мы читаем сообщением от светланы так сергей я женился по любви первые пять лет не изменял потом дети будет работа многоточий семейный секс немного утомил но тоже очень распространенное сообщение следующие от ольги тоже из народного творчества вы же не можете 20 лет каждый день есть одно и то же блюдо спрашивает ольга задавая таким образом некий риторический вопрос такая точка зрения тоже существует но дело в том что сексуальные потребности и потребности в еде они немножко отличаются друг от друга наш организм так устроен что мы не можем есть одно и то же блюдо каждый день даже не потому что нам блюдо не нравится просто вещества которые в нем содержатся они не могут покрыть все потребности организма говоря по-русски если вам нужны условно говоря углеводы белки и липиды то то что вы едите можно стать из углеводов значит два других компонента вы не получаете отсюда как я понимаю существует разнообразие в пище но кроме того у нас есть рецепторы если вы едите соленый вам хочется сладкого ведь сладкое хочется горького и так далее секс устроен по-другому в сексе может не быть психологически такого ситуации что вам с одним и тем же человеком может быть однообразно настолько что вы хотите принять его на другого для этого нужно иметь некая полига то есть видите моногамную психология так как у людей большинство из поедут все-таки полигамная психология у них происходит примерно то же самое что и с едой но ты алла пишет я думаю что мужчины при природе полигамное это надо принять даже если не нравится алла дорогая много раз я говорил что учебники по моему за восьмой класс средний об общееобразовательной школы написано что мужчина и женщина относятся к одному виду и не может быть женщина моногамные мужчины полигамный полигамные те и другие я изменила потому что влюбилась а всеми разрушать не хотела но очень понятная идея наконец светлана из ленинградской области доброй ночи андастрики ничего что у меня хриплый голос немножко сексуально да ну я уже немножко не в том возрасте как бы неловко за 50 вот ну просто мне хочется сказать что советское питание было не совсем такое плохое у нас я как бы не хотел своему первому так сказать партнеру изменять который потом мужем настал бывают такие обстоятельства где где-то как-то даже и чтобы избежать насилия договариваешься с человеком и получается так что вот измена то чтобы не было носить лучше уж какого насилия загадочно говорит предположим человек учится и в общежитии живет на всякие ситуации ждешь мужа из армии так сказать но будущего муж положение я как бы и не собиралась вообще так сказать изменять своему мальчику так сказать которым до девятнадцати лет вот встречалась вот ну а что твоего из армии а вот учишься и живешь там покажите и вот приходилось как-то ну ну чтобы это не было совсем уж как насилие какой-то вот человек от тебя оказывает но на те оказывает знаки внимания ну и как ты приходится оставаться и вот получался очень конечно неловко неудобно был ну и дайте разберемся он оказывает знаки внимания вам приходится с ним оставаться и заниматься сексом практически да он почему вы сказали чтобы избежать насилия и ничего вас изнасиловали в общем то да в общем то я долго не соглашался но как-то у нас это обычно даже предмет наверно юмористических капустников для первокурсников но к сожалению вот так получилось что так сказать уговаривали понятно и вы изменяли вашему будущему мужу ну да получилось так может быть раз или два ну ближе как к свадьбе я уже так сказать дела себя в руки причину я ваша причина понял так что чтобы избежать насилия правильно вас понял да наверное может быть мне еще может быть неловко сказать но видимо может быть и темперамент мой и склад фигуры что такое что назовите за сами причина чтобы я за вас не угадывал как вы все-таки считаете насилие или темперамент это абсолютно разные вещи да наверное все таки второе все таки наверное таки неловко так признаваться но видимо видимо не надо было просто оставаться это продолжалось и позже или когда муж вернулся на этом все закончилось нет вот когда муж вернулся на этом все закончилось пока родился ребенок и лет шесть было все нормально но когда ему пришлось надолго покидать семью ведь к сожалению опять то что то что то же самое но отсюда в морали 1 не надо покидать не надо давать мужу спасибо большое вы смелая женщина первые позвонившие я я сказал сразу начале программы что сложно будет наверно а говорить об этом в эфире но как поясняется не так это какой-то страшный черт какого малютка 3 6 3 3 6 5 9 телефона сама из 970 45 45 вот 985 алексей челябинская пишет я думаю что человек изменяет в большем случае от скуки друзья мои алексей попробуйте все-таки о себе потому что если мы сейчас идем в теорию это не интересно ни вам ни мне вот эти общие идеи я их собственно и так озвучил начале программы такой смысл их повторять вот евгений из москвы измены касается не того кто а того кому лёлик пишет я не изменяю не хочется это нормально здесь не хочется прекрасно сергей 29 лет петербург михаил мы прожили семь лет женой секс три четыре раза в неделю я не хочу изменять от нормально вот тут я вынужден уже как бы реагировать потому что у меня такое ощущение складывается что есть совершенно идиотский мужской стереотип что нормально изменять а молодость и не изменяешь что ты неполноценный мужчина то что ведь второй мужчина задает этот вопрос друзья мои вот давайте так объективно поговорим об этом без мам без морали если мужчина любит женщину ему с ней хорошо и он никого больше не хочет он у тех кто не любит женщину и у которого с ней плохо может вызывать только зависть потому что те мужчины которые лишены такой радости не знаю счастье в жизни любить женщину и хотеть только ее они вынуждены искать что-то на стороне в общем-то нет хорошей жизни их не устраивает их женщина и они из-за этого что называется мыкается поэтому сергей дорогой вам просто повезло что вы семь лет прожили что вас три четыре раза в неделю секса что вы не хотите изменять вам просто посчастливилось к сожалению тем мужчины которые не могут этим похвастаться вместо того чтобы говорить так как вот теперь сергей вопрос задает нормально ли это говорить о том что это неправильно лучше подумали о том что у них у самих нам какая-то есть проблема с их женами с их женщинами и это не то что какой-то мужское достоинство это вынужденная очень часто ситуация из-за того что человек просто не испытывает чувств александр доброй ночи я весь внимание ну мне кажется что ребят по себе да и женат дети есть нужно меня меняете жене вы женат и вас есть дети для причина причина но значит мне кажется жена как не очень странно как мне очень хорошо относится допустит объект и кассе ей-то допустим не нужно столько сколько мне нужно сколько нужно вам и сколько нужно вашей жене не знаю как минимум раз неделю надо нужно а ей-то не нужно то есть из-за этого да ну бывает так бывает девушка понравится цена же ухаживать вы сразу когда женились начали изменять или не снял там нет он ты и делаешь когда не изменял и должны другие были берема когда вы женили сколько времени вы не изменяли не изменяли я не помню на работа 2 а что произошло за эти два года почему ситуация изменилась как вы считаете ну я считаю что как-то стали притупляться чувства наверно стали стала ко мне менее лавку относится перейдить но когда вы говорите мне понравилась другая девушка я понимаю чем идет речь когда вы говорите что моя положите секундочку когда моя жена не хочет да или она хочет там реже чем раз в неделю вы можете сказать что от счастья причины и в ней тоже ваших измеров нет безусловно естественно ну как вы знаете ну вот вы утром позыпаетесь и не тоже не вам наверное хочется понятно обида да ну вот пусть женщина сейчас слушает пусть как говорится приму тоже к сведению александр мне 27 никогда не изменял но теперь готов изменить моя девушка меня игнорирует два месяца почти не видим все обидно александр но вот еще одна причина измен которые вы назвали получается что вы изменяете от обиды но из вместе скажем так вас игнорирует девушка и теперь вот как бы на зло ей боюсь что это не совсем правильная идея потому что назло никакого удовольствия можете не получить если бы вы сказали себе по-другому что никогда не изменял но моя девушка не игнорирует два месяца мы не видимся вы должны принять для себя решение нужно ли вам дальше продолжать это общение с девушкой или не нужно и если вы хотите с ней продолжать общаться хотя на вас игнорирует то общаетесь если нет то просто на лице другую девушку это было бы для себя гораздо лучше чем из таких побуждений это делать юрий доброй ночи юри вы вытащите пожалуйста приемник интересный ссор у меня была я была в одну компанию и на мне было несколько пар и жена приму же такую фразу и титул сказала вот и все в моем уж кем-то переспит и да и бог с ним но вот если он не в кино пойдет вот эту измену но это классика жанра это так называемое деление измены на духовную и физическую об этом я думаю нас разговор еще впереди продолжаем наш разговор о том почему именно вы изменяли говорит лучше про себя самого лучше конкретная история с причинами я бывает кстати такое вот слушайте что пишет я сорок четыре года женат 15 лет организм сделал выбор меня тянет на работе к парню до дрожи пригласить его вы сам или домой спрашивает ян и дальше скобочкой говорит но не дети же но и следить это не знаю домой кому домой жене домой я что вы имеете ввиду наташа мудро заметила вчера обсуждали можно ли изменить человека сегодня мы создали изменять человеку а дальше мы не изменим и не обсуждаем можно ли нельзя мы хотим понять почему это происходит потому что есть такие как я их называю народные идеи я их озвучил вначале что для мужчин это природа для женщин это обида и месть унижение так далее на самом деле причин много когда человек говорит конкретно о себе становится понятным что у каждого есть своя какая-то причина можно ли нельзя это не тема для обсуждения алекс пишет измена происходит по одного принципу не дашь не даешь возьму другого глеб 30 лет почему-то так происходило что с новой партнершей секс получался интересно яркие продолжительные по много с постоянной партнершей скобочкой с женой дальше не дописывал но по смыслу понятно глеб расскажу почему вы пишете почему то здесь ответ почему дело в том что все люди по-разному устроены есть люди ну я не знаю психологически верные до ценящие постоянство сами постоянные сами верные для которых есть какие-то ценности и как бы сексуальная психология она подстроена под это общая психология такого человека он как бы во всем такой знать как японцы которые там 18 лет устраиваются на работу и работают на одной и той же работе практически до выхода на пенсию просто как бы растя по служебной лестнице а если американцы которые устраиваются на работу и обычно через пять максимум семь лет работу меняет так принято в америке а в японии принято работать на одном месте всю жизнь и и вот глеб по этому поводу им хочу сказать что вам видимо не хватает каких-то новых ощущений эмоции и поэтому для вас не сами отношения важны важен новый секс вы от этого там возбуждаетесь именно эмоционально встряхивайтесь и так далее наверно так друзья мои подписывайтесь иначе вы должны пропускать ваше сообщение максима самара стал изменять жене а потом ушел от нее из-за ее ревности как мне кажется мне и от неуверенности в себе максим вы не пишете о том ее ревность имела какое-то происхождение то есть она догадывалась или даже знала о ваших изменах или у нее верно ревность не мотивированы если первая причина то причем здесь неуверенность себе выведем повод давали и тут же опять про ревность кстати саратова нужно жене это когда чувствуешь что изменяешь ревность не только себе не только ты но и тебе но ревность она по-разному это не всегда когда чувствуешь до брака у меня не было секса первое время после брака тоже а потом возникло ощущение что я опускаю в честь начать жизни с тех пор у меня было несколько опять не дописано ирина из москвы изменяла мужу так как он подозревал и часто в река у меня в изменах которых не было фактически дело это на зло мужем первые 15 лет брака были отравлены его патологической ревностью и сейчас очень редко на бывает рецидива хотя нам далеко за 50 но вот ирина является собой таскать тоже известный пример шесть его человека все время провоцируете своей ревностью вы ему внушаете что нам изменяет то вы таким образом делать и для него эту историю допустимой то есть если вы эту тему не поднимали ваш партнер считал бы что об этом даже думать нельзя да как и ревнивые люди с утра до ночи пилят на одну и ту же тему о том что им изменяют то другой человек соответственно начинает думать что в общем да почему собственно нет раз это так свободно и легко обсуждается еще в таких объемах ну вот ирина как раз тот самый чек которого отчасти морская ты спровоцировали на измену так алексей никогда не изменял сейчас хочу научиться как это начинать алексей штемм хочу сказать если вы не хотите не от себя насиловать это то же самое что маленькие дети которые никогда не курили теперь хотят попробовать покурить проблема в том что кто-то попробовала кто-то там и остался на всю жизнь сигарет и поэтому зачем хотеть научиться это странно вас вопрос как я уже сказал обычно это бывает не от хорошей жизни и проблемы основные две или проблему в самом человеке или проблем в ее партнере алла доброй ночи я хотел сказать что я начала изменять после очень долгих лицевых на жилье просто потому что захотелось разнообразить как вы уже а добра квадрик сраз да конечно я поздно вышла и тем более встретил человека и в юности к которым был очень хороших строители в браке или встретили вне брака уже ну конечно буду чем браке через 15 лет бывает встречи но это была не единственная ваша измена и единственная да понятно значит ваша причина ваших измен ну не совсем наверно так если вы хотели буквально разнообразить этого там была бы ни одна измены на не с одним человеком согласитесь но в этом хотелось вернуться в прежние отношения может быть захотелось какой-то элемент возник вернулся в молодость тут вот открыли 40 ну да и говорится привет сайта одноклассники спасибо большое но еще хотел сказать вот и мужчинам которые вам и звонили будут звонить которые говорят о том что ей надо не столько сколько мне а мне мол надо больше такой путь они подумают что не надо не столько а не так да давайте как-то это обобщим эту мысль она действительно имеет место быть в сексуальной жизни мужчин и женщин дело в том что не количество например есть такие мужчины достаточно бодрые которые могут заниматься сексом два-три раза подряд есть мужчины достаточно выносливые которые могут заниматься сексами только два три раза подряд на еще каждый раз подолгу опять народная молва там приписывает такому сексу ну некий плюс да такой бонус все тот настоящий мачо но как правильно сейчас сказал алла если секс происходит там бездушно да так вносит такой механический характер мужчина занимается сексом типа сам с собой то есть он совершенно не реагирует на женские реакции на женское поведение там он невнимателен он не ласков он не нежен там отсутствуют какие-то ласки вообще то женщина может просто не возбудиться более того от такого продолжительного частого секса у не могут начаться во влагалище просто еще неприятное ощущение сначала сухость потом будет просто неприятно и вообще у нее может быть ощущение что ее просто использует поэтому действительно делая не в количестве как таковом хотя понятно что если сексом люди занимаются 1 месяц это объективно мало если сексом занимается 30 секунд это объективно быстро это все понятно но внутри этого времени это частоты находятся сами взаимоотношения и качество секса это несколько механика сколько я бы сказал его лирической составляющей а с этим ну в силу природы силу характеров многих темпераментов у многих просто проблема так галя 28 была замужем отдалась шефа он намекал на повышение сработало сейчас босс а сейчас босс она 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 в смысле так прямая галя женщина ваш босс хочу применить свой опыт а вдруг и одиноко а это хоть с кем-то что такое у тут у нас не понятно что такое у тут у в кавычках но попробуйте с боссом женщиной и санта хочется добрый ночи михаил вадим москва меня раньше посещали мысли об измене жене вместе мы уже семь лет имеем двоих детей а связано это все исключительно сексом хочется разнообразие в сексе каких-то разумных перемен пока держусь но как говорится бог помощь вадим сергей 40 лет не изменял жене все восемь лет брака хотя секс не был нерегулярным и неинтересно не изменял лишь потому чтобы не заразиться не заразить ее потом мы развелись сейчас живу с девушками 15 лет меня моложе люблю ее счастлив секс регулярный причем такое что перед соседним по площадке бывает неудобно изменять не собираюсь уже не только по причинам сохранения здоровья любовь великая сила но сергей вошел в сон таскает счастливчиков которым повезло друзья вы можете спросить а собственно почему одним везет а другом нет если на это ответ для того чтобы тебе повезло надо чтобы тебя были эти качества например чтобы ты кого-то любил и те было с ним хорошо и у тебя не было потребности в измене как минимум надо чтобы ты был в состоянии кого-то любить чтобы ты вообще мог испытывать эти чувства потому что человек который не может испытывать который ну достаточно эмоционально холодно у нее будет с этим проблема другой вопрос что некоторым и не надо и они не будут изменять потому что они вообще ко всему спокойно относятся и к чувствам и соответственно к сексу но в основном люди эмоциональные те кто способны на какие-то чувства им может быть больше в чем-то повезло потому что если вы и сами этого не испытывать это очень непонятно тогда зачем собственно хранить верность когда для вас ваш партнер не то что прям пустое место но эмоционально он как-то вас не задевает скажем так так почему-то некоторые сообщения не дописано и соответственно и не подписаны со всеми девушками одно и то же на первое время все в порядке а потом резко пропадает всякий интерес занятие сексом становится обязанностью который не приносит удовольствие снова партнерш и все супер евгения 23 года евгений вот немножко неправильная формулировка не со всеми девушками одно и то же а этого с собой одно и то же это проблема не с девушками эта проблема именно с собой но все что таскать обе или частично объясняет эту историю то что вам 23 года лет до 32 на 35 мужчина находится в периоде юношеской гиперсексуальности то есть гормоны бьют через край секса хочется 24 часа в сутки извините и это одна из причин от чего многие молодые люди достаточно быстро остывает хотя возраст не единственная причина потому как есть вполне себе верные юноши 23 лет которые никому не изменяют но есть почему интерес пропадает попробуйте начать общаться все-таки не с постели одна из главных причин вы спите и занимаетесь сексом не с человеком с таким суповым набором то есть это такое существо телесные оболочки до с которого занимаетесь сексом а как чековым вообще никак не относитесь потому что в 23 года у многих вообще все отношения начинаются с постели там с клуба как правило неважно с улица дальше идет постель и вам честно говоря вообще совершенно по барабану с кем это вы в постели то есть есть там руки и ноги и грудь живот попка вот это собственно то на что вы ли я реагируете на что вас эрекция общение как правило не происходит то есть правильно было бы для себя самого это опять не моральные аспекты за так лучше если бы вы начинали общаться просто в вертикальном положении разговаривать вы бы прониклись к человеку какой-то симпатии он был для вас был не обезличенные это была бы какая-то личность который имеет какой-то голос какие-то привычки какой-то характер какой-то темперамент какие-то кстати интереса и вот со всем этим лечь постели гораздо разнообразнее интересней чем лезть постель человеком которого не спросили как зовут евгений может быть вот если вы начнете общаться сначала вертикально может быть у вас ситуация немножко изменится лучшую сторону александр 36 лет ну такое смешное немножко сообщение изменил жене с мужчиной и даже рассказал где я об этом на что она мне ответила подумаешь либо не женщиной значит своим полом неизмена александр это один из моих любимых вопросов давайте все что договоримся о терминах я уже миллион первый раз могу повторить как я трактую измену измена это не секс это его сокрытие сокрытие а мужчина или женщина это применим принципиально и но само сокрытие является изменой хотя вопрос портный многие скажут но и секс может тоже считаться изменой но если у вас секса которым вы предупредили заранее то как бы трудно звать от измену это проще назвать там сексом там на стороне до измены когда вы что-то сделали это скрыли то есть измена там через запятую обман вранье ну так такого порядка слова владимир за австралии пишет интересно в австралии код 964 владимир добрый вечер измена происходит от избытка тщеславия но тут это я не очень понимаю вашу идею какое отношение ими имеет тщеславие максим из самары пишет повод я не давал и не изменял евгений жената 10 лет 10 лет вместе 14 на сегодняшний день я счастлив хотя и даже не бы и после были случаи два три когда не чувствую психологической поддержки начинал искать эту поддержку других девушек и без желания секса счастью хорошо рад что жена у меня первое единственное евгений примите и мою радость за вашу жизнь и вы назвали еще одну причину которая тоже интересно когда человек не чувствует психологической поддержки когда человек чувствует что он одинок когда его партнер с ним не общается не интересуется не заботится о нем то очень часто такие измены происходят и у мужчин и женщин потому что им нужен несколько секс сколько родственную душу когда нет понимания в семье когда ты себя чувствуешь каким-то брошенному покинутым и ненужным то естественно тебе хочется чтобы кто-то с тебя отнесся с пониманием вот чего начинается как правило все эти изменные знакомства начинается с того что он или она начинает поливать свою вторую половину что он там гад негодяй меня не любит не все надоело я развожусь и типа жалобы такие да на муж или на жену а вот этот новый любовник или любовница с большим удовольствием все это слушает и вы вам кажется да что вот он вас понимает в отличие от того что происходит дома 3 6 3 3 6 5 9 телефон 970 45 45 ход 985 смс после новостей мы продолжим разговор еще хочу сказать мы в следующем часе проголосуем будет интересное голосование такой американский опросник так что готовьтесь руслан из москвы пишет вы не учитывайте что разным людям по разному предлагают одним дай бог одна за жизнь тут легко быть верным а другие много и часто но руслан вы имеете ввиду что то чтобы изменять надо иметь еще возможности но не могу не согласиться александр из москвы люблю ее безумно абсолютно устраивает секс все супер но хочу другую изменюсь не если будет возможность вот много таких противоречивых сообщения и у нас пару-тройку лет назад тоже была я помню программа с таким письмом что я люблю свою жену или мужа я сейчас не помню но и потом не хочу его или и почему так происходит почему александра так происходит что он любит безумно жену все устраивать все супер на хочет другую на должен писать не но хочу другой ах но хочу и другую александр так было бы нами правильнее потому что так устроена наша психика мы одновременно можем хотеть противоположных вещей это правда очень часто люди ставшие таскать жертвами измена своего партнера задаются этим немым вопросом почему со мной так поступили это что выражение отношения ко мне меня разлюбили нет не всегда так иногда наша воспаленное сексуальное воображение заставляет нас это делать мы противоречивый человек вообще по своей сути противоречив это одно из проявлений этих противоречий когда вы хотите одно делаете другое так бывает вот к сожалению это еще один пример как это бывает они пишут я уже 20 лет ем по утрам овсянка добавляю в нее разные ингредиенты и ничего вот они девушка видимо верная изменить бы не стала елена мама тяжело болела изменилась хирургом который вылечил с благодарностью а потом пришла к нам любовь не можем расстаться уже два года как говорится не было счастья до несчастья помогло светлана по молодости случались измены из недостатка эмоций сейчас решил эту проблему ухожу в творчество миша 38 лет город тверь спрашивает петинг куник и миниет вот так написано измена начать разберемся сначала со словами михаил не куник акунилинг и не миниет а минет без мягкого знака пишется ну да это все сексуальные проявления можете стать это изменой спасибо при ведущий ответ глеб опять еще так еще так тяжело в сексе отказать женщину раз охота отказать но не получается в этом я думаю проблема но это самый маленький глеб проблемы всех которые бывают что вы не можете отказать надо не только любить но проявлять любовь и редкие мужчины это умеет ира да друзья мои выданных словах есть доля правда женщины мужчины по-разному воспринимают вообще напоминание ликит признание о чувствах другого мужчина может к этому не испытывать потребности а женщина наоборот испытывает это надо учитывать женщина но всем нравится когда их любит но они все об этом говорят игорь доброй ночи а добрый ночи знаете вот я безумно люблю свою жену а вот хотя безусловно изменял слово безусловно вот первом части а а причины какая ваша природа если вы говорите что безусловно тогда но наверно природа мужская безусловно вот наверно мужская природа но я делал все это достаточно тайно вуалированная и в любом случае она оставалась для меня самой единственной самой прекрасной все было достаточно очень чисто повода естественно безусловно никакого не было там поцелуев каких-то там как мужчина приходит там рубашки в помаде это так далее это было достаточно очень закрыт или я правильно понимаю что ваше объяснение это природа ну наверно да это природа на сегодняшний момент на сегодняшний момент вот но вот вы понимаете прошло буквально мы вот в браке 14 лет и вот практически я вот буквально месяц назад что узнал что же нам не изменяет вот дело в том что я пока с ней на эту тему не разговаривал я видел мне предоставили документы кое-какие об изменах и ну и так ряд определенных вопросов я просто знаю и пока этот вопрос так скажем не обсуждаю вот ситуация испортилась практически последние два-три месяца я вижу ее нету и нервозность некий какой-то негатив и тучи от нее хотя я со своей стороны прикладывал ряд усилий чтобы безусловно все это так скажем планирую что вы собираетесь делать вот ситуацию вы знаете вот честно говоря вот не знаю что делать я в каком-то жизненном пике не знаю ребенку 12 лет ей 42 мне 40 лоха на это есть ответ если вы не знаете что делать не делать и ничего вот пока не не поймете что вы что-то хотите сделать вы знаете я сначала метался думал принимать какие-то ряд усилий да потом подумал ну действительно бумеранг как говорится возвращается да не стоит вопрос о разводе да есть и знаете вот как сейчас модно говорят политики загрузки неких отношений может быть действительно это через это и проходят определенные семейные пара проживя там в возрасте там 10-12-15 лет совместного брата удачи нас тоже считается критическим периодом вот вы знаете вот это началось момент не просто птички период вы знаете я достаточно такой зрелый мужчина неплохо зарабатывать прекрасном здоровье у меня начало пошаливать я вам скажу сердце вот в этой ситуации ну и постарайтесь расслабиться и сказать себе что я перестаю дергаться имитации если не знаю что делать и ничего не буду делать когда ко мне придет решение она придет естественным путем тогда я приму решение спасибо вам за звонок друзья мои так голосование сначала я вам расскажу почти дословно как этот вопрос звучал в американских опросниках и кстати какие были проценты значит изменили ли бы вы своему супругу или супруги если бы вот на сто процентов были уверены что он или она никогда об этом не узнает вопрос надо придет и воспринимать полностью здесь все играет роль очень грамотно поставленный вопрос это не вопрос изменили бы или нет а именно изменили бы вы если бы вы знали что он или она никогда на сто процентов об этом не узнает вот так звучит вопрос пока что голосование кто-то на мониторе мне написано списал 70 на 30 спорим практически угадали 66 и 7 десятых процента ответил утвердительно то есть изменила бы если бы другой на сто процентов об этом не узнал и 33 и три десятых процента не изменила бы вот такая статистика кстати очень близко к американской в америке по моему 78 процентов мужчин и 72 или 669 процентов женщин вещи с точной цифры не помню такого же порядка ответили утвердительно андрей из москвы и пишет а с проститутками не считается да нет считается она и проститутки те же люди познакомился с девушкой любовь спустя время она просит изменять почему адольфу стулу 27 лет этого девушки спросить почему я не знаю когда секс на стороне стоит лучшее удовольствие больше пишет коля но это коли в этот о том что вас хуже стоит и меньше удовольствия не на стороне в этом проблема марина так и не изменила своему любимому хотя очень хотел другого мужчину у нас наоборот ни одного раза в неделю мало вместе всего лишь три года не знаю что делать потому как измерять не хочется а секса хочется марина надо разобраться почему у вас вот в течение трех лет такой малочисленный секс говорите со своим мужем какая причина должна быть если не помогает один разговор сходить к сексологу да на москва 32 года мне кажется я изменяю по причине своей патологической неверности надоедает партнер спустя определенное время в чем секрет постоянства и долгих верных отношений такое вообще бывает к счастью дано бывает их несчастью у вас вот проблема который вы сами называете патологической неверности а то есть такая некая склонность я правда не знаю что вы имеете ввиду говоря патологической неверности или патологическое желание обманывать или заниматься сексом это разные вещи вторая проблема это то что вам надоедает партнера спустя определенное время такая уже эмоциональные проблемы друзья мои радует то что со всеми проблемами можно и как бы бороться а еще с возрастом они иногда и сами по себе проходит систем что гормоны не так бурно вырабатывается дмитрий пишет семейная жизнь это официальная часть жизни как работы а личная жизнь все что вне семьи собственно измен нет ну а странный взгляд на семейную жизнь андреи ствери я например изменяя всем просто за интереса чужая женщина сюда загадка своя уже прочитанная книга но андрей я бы избежал банальности потому что про загадкой прочитанную книгу это такая достаточно избитая фраза они вот мучается пишет такая была в нормальном братье измены мне в голову не приходили теперь много лет живем в россии может 25-летняя дама а и до сих пор ни на что не могу решиться но уже пора на еда из дагестана михаил мне 45 двое детей муж им патент жалею а секса хочется есть молодой человек нам супер это измена на это вы догадаетесь трех раз что это хороший вопрос ивана ивана из питера что делать если обойдет до секса с девушкой который любишь и физиологически они не сойдутся вы попробуйте иван там само решение придет что делать никогда целенаправленно не искал связи на стороне на при удобном случае изменяя хотя женой секс очень даже неплох александр но вот так нечего делать это как-то совсем скучно и непонятно то есть даже когда как бы типа и не хочется и такой потребности сексуальной нет а так давай сделаем так наташа правда почему так приятно слушай что другой или другая плохие даже понимая что ты не лучше просто о что такое у месте не пожим ши вместе видимо как про бабушка говорила сергей краток и очень глубок потерял бизнес . стресс . нет секса 6 месяцев . боюсь изменит жена кстати сергей вот ваше сообщение навело меня на следующую мысль о которой хотел поделиться я знаю что многие скажем женщины очень ревнивые болезненно относятся к тому когда их муж там пропадает поздно возвращаясь вообще него подозревают вопрос как от этого избавиться вот если вы будете себя так вести что муж сам от вас может ожидать измена то я думаю о и у вас это чувство страха пройдет а главный муж будет совершенно шелковый тоже тем мужчины которые живут женщинами которые точно знают например ну я приведу простой пример если они сами с собой главное договариваются не угрожают не обещают собой они говорят значит если он не изменит я от него уйду и они живут по этому принципу хочется изменения вопрос но ты знаешь чем это закончится и женщина еще настолько себе уверена что у нее на лбу написано что она не шутит или женщина говорит хорошо если я узнаю что не изменил я изменю тебе а мужчины как известно достаточно болезненно более болезненно чем женщины относятся к измену вот в таких ситуациях многие мужчины не то что не изменяет а уже начинает бояться думать даже об этом тоже для них это может все плохо закончится вот те тяжелые ситуацию андрея которому 43 года из москвы он пишет моя супруга принесла сложную генеалогической операции как мне быть андрей я не знаю последствия этой операции далее соответственно последствия вашей сексуальной жизни если речь идет о каком-то временного воздержания то вы можете спокойно и потерпеть а тот очень никто не умирал если вы говорите о том что жена вообще никогда не сможет больше заниматься сексом вам надо будет проблему к женой как-то решать или с собой решать не задевая как бы жену александр спрашивает какие основные поведенческие признаки измены партнера был какой-то такой фильм даже дурацкий российский как женщина в каком-то журнале прочитала опросник как там улечить мужа в измене и стала вычеркивать и оказалось что почти все вопросы относится к ее мужу на типа того что стал за собой следить одевать там с чаще мыться душиться позже приходить нервничать и так далее это все глупость если есть некая стереотипная жизнь и образ жизни стереотипно начинает меняться кэш об этом можете задуматься но чем дергаться и пытаться понять лучше иметь такие доверительные отношения чтобы этого не приходило и сделать мне кажется я слабо щек так как не могу самореализоваться кроме как в изменах подпись орликин золотые слова еще одна причина люди и неуверенные в себе и так называемые бабники то есть я у которых проблема женщинами вообще они или самоутверждается на женщинах или ищут себе такую мамочку то есть они такие одинокие родителями сам мамы и брошенные в детстве вот они все время переходит как приходящие красные знамя от одной женщины в другой их действительно называет жизни бабниками люди тяжелые несчастные не могут просто жить получать радость от жизни кого-то любить им на необходимо все время смена антуража чтобы себя чувствовать или успешным или кому-то нужным например как случае с такими одинокими мужчинами александр 25 лет женат пять лет секс один раз в неделях вы хочется новую даму постарше пока держусь они а цитируют его монтана мужчина может иметь два от силы 3 любовных романа на стороне пока он женат больше это уже обман но то что касается вас монтана там было намного больше поэтому я устах это демагогия дмитрий семейная жизнь так а это я уже читал александр из воронежа один мудрый человек сказал двоеточие длительные первого сексе могут привести компотенции начал изменить причины часто в длительных командировок думаю что эти изменат погас хранить семейную жизнь но к импотенции могут привести уже во первых возрасте сильно после 30 и действительно длительные перерывы вообще нерегулярная половая жизнь но и не можете компотенции хотя бы крыльт или дисфункции василья одни цитаты ирина из катеринбурга цитирует дольского барда поэта поэтично как поэтично и оправдание измен соблазнов и грехов кощей пишется 1 40 комплимент наташу он пишет описать то лучше на эти музыкальные программы а дальше пишет только что касается изменяющих то они козлы надо тщательнее выбирать джон но давайте без экстремизма опять цитата вспомнил фразу из фильма это алексей из челябинска разве ты не можешь скажешь игры читает твоя любимая жена разве она обидится вдруг постоянно изменяет жене говорит тра-та-та я их а люблю я жену как так александр из москвы нам об этом говорили что такова противоречивая человеческая природа друзья мои но надеюсь сегодняшней передачи пролила свет на мотивацию наших поступков отрезвило кстати мужчин если обратили внимание то минимум половина и звонков и сообщений было от женщин от женщин изменяющих навела тень на известную идею что это только мужчины полигамны а женщина с наоборот моногамны как видите это не совсем так я прощаюсь с вами пока